Всем доброго времени суток! Посетил наш техцентр замечательный автомобиль Kia Cerato, двигатель 2.0 G4NA Клиенты беспокоят посторонний звук в подкапотном пространстве Пробег по одометру более 200 тысяч километров Масло в автомобиле используется 5х40 На данный момент масло залито и демитсу Свечи зажигания демонтированы Прострелов не наблюдается По заявлению клиента свечи менялись примерно 5000 километров назад На данный момент подключаем эндоскоп Будем осматривать камеру сгорания на предмет задиров Как-то так Клиент масло в двигателе не доливает В автомобиле масло не жрет Будем смотреть, разбираться, что у нас и как на данный момент Мастер приступил к осмотру камеры сгорания Запускаем эндоскоп в камеру Сейчас будем осматривать наличие либо отсутствие задиров на стенках цилиндров Так, первый цилиндр пошел Поршень наверху Поэтому Наверное, нужно будет начать с второго Второй, третий Далее прокрутить стартер Соответственно, поменять поршня местами Поднять верхнюю мертвую точку Второй, третий Первый, четвертый, соответственно, у нас опустится вниз Так, двигатель на автомобиле двигатель не моет Двигатель В принципе, не подвергался никаким химическим обработкам Все чистенько Относительно, что нет никаких масляных запотеваний Визуально Так, что мы можем видеть на видео в ближайшее Настоящее время То у нас присутствует хон Но и присутствуют очень сильные задиры И помимо задиров уже есть канавы на стенках цилиндров Что способствует уже дальнейшему разрушению поршня Одну сторону осмотрели Сейчас выкручиваем Соответственно, осматриваем другую Но заметим, что хон есть Нет никакой полированной поверхности Осматриваем другую сторону Тут ситуация довольно-таки плачевная Если вам видно все на видео Задрано все очень сильно Это у нас только Это только, да, цилиндр номер два Далее осматриваем Третий цилиндр Третью камеру сгорания Как правило, по практике Наиболее количество большое Задиров и повреждений стенок цилиндров Это у нас на четвертом цилиндре Так как этот цилиндр менее Подвержен охлаждению Соответственно, более подвержен перегреву То есть обычно по факту По мере разборки двигателя Видно, что четвертый цилиндр у нас В более худшем состоянии И далее по убывающей к первому цилиндру Напомню, сейчас только что Осматривали второй цилиндр Вот сейчас Мастер приступил к осмотру третьего Осматриваем третий Также видим наличие хона На стенках цилиндров Видим незначительные Задиры Довольно-таки вообще незначительные Нежели во втором Вращаем далее по камере сгорания Отличный хон Незначительные задиры Такие полосы присутствуют На двигателях с пробегом 30-40 тысяч километров Как бы ничего страшного в этом нету Так, небольшой пересвет у нас Видим все хон Все нормально Да, в этом цилиндре присутствует задиры Но они довольно-таки в допуске И выглядят очень даже неплохо Сейчас прокрутим стартером автомобиль Поднимем поршня Второй, третий мертвую точку И осмотрим третий, четвертый цилиндр Так, в данный момент прокрутили стартером Поднимем Так сказать, создали Допуск к четвертому цилиндру Осматриваем Видим задиры Задиры Тхон также присутствует Очень даже неплохо Тоже задиры Это незначительные Едем дальше Так, вот оно Вот он, эпицентр зла Помимо задиров Мы видим Вертикальные Глубокие борозды Повреждения стенок цилиндра А именно повреждения Металлических стенок цилиндра Также поврежден В данный момент Скорее всего Не скорее всего А точно поврежден поршень На поршне присутствует нагар И внизу Зеркало То бишь Отсутствие хона Всегда рабочий